Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале из Израиля, и в этом видео мы хотим поделиться нашим опытом о том, как нам удалось оспорить штраф за неправильную парковку. Дисклеймер – это то, что это видео, ни в коем случае не инструкция к тому, как не платить штрафы, как не платить налоги. Это просто наш опыт по нашему незнанию, по нашей глупости, и, возможно, кто-то из вас тоже попал в похожую ситуацию, и мы просто хотим поделиться нашим опытом. Итак, давайте по порядку. Это произошло примерно в феврале, и мы получили штраф за неправильную парковку. В какой-то вечер мы приехали, поздно вечером уже было темно, всегда очень долго искали парковку на нашем районе, и тут вот видим это священное пустое место. Подъезжаем, видим, о, серый поребрик, а у нас тогда еще не было стикера, который дает возможность бесплатно парковаться в нашем районе. И мы такие, вау, класс, серая парковка. Серая парковка – это значит, что там могут парковаться все, кто угодно, вообще из любого города из Израиля, абсолютно бесплатно, без ограничений по времени, если нет какого-то противоречащего знака. Мы ставим нашу машину, все круто, думаем, завтра утром заберем ее, там у нас были какие-то дела, мы должны были куда-то ехать. И следующее утро мы, конечно же, возвращаемся к нашей машине и видим вот такой вот штраф. Это штраф за неправильную парковку на 250 шекелей. Мы были немножко удивлены, я сначала вообще не поняла, в чем причина, почему нам дали этот штраф, потому что мы же встали на серая парковка, мы ничего не нарушили, мы никому не мешали. И потом я стала ходить, смотреть, даже стала снимать какое-то видео, чтобы потом попытаться кому-то что-то доказать. Потом я увидела такой замечательный знак, который висел, на который мы почему-то не обратили внимания, на котором говорилось, что по будним дням на этом месте нельзя парковаться с 7.30 до 8 утра и в какие-то там обеденные часы, потому что это место находится рядом со школой. Естественно, туда приезжали родители, видимо, высаживали детей, с такой целью поставили такой знак, чтобы конкретно в эти часы там не было припаркованных машин, чтобы они никому не мешали. Я очень расстроилась, когда увидела этот знак, потому что, знаете, такое чувство получается, что когда ты знаешь, что ты нарушаешь правила, ты готов к тому, что ты можешь понести потом какое-то наказание. Но когда ты не знаешь, что ты нарушаешь правила, становится очень обидно, чувствуешь себя очень глупо. Но я пересерчила и нашла информацию о том, что удавалось некоторым людям оспорить штрафы. Я думаю, дай-ка попробую. Естественно, я стала действовать не сразу же, наверное, прошел примерно месяц после того, как мы получили этот штраф. Если что, вот этот штраф вы должны оплатить в течение трех месяцев. Если вы его не оплачиваете в течение трех месяцев, то вам начисляются пени, и они начисляются не в размере, там, не знаю, 5%, они начисляются в размере примерно 50%. У меня есть знакомая, которая давным-давно получила штраф за то, что она ехала на велосипеде без шлема, тоже просрочила штраф, и потом оплатила его в размере 150%. Поэтому, кстати, забегая немножко вперед, если вы в процессе оспаривания штрафа и видите, что у вас совсем скоро он истекает, лучше оплатить этот штраф, и потом Министерство транспорта вернет вам эти деньги, если они пойдут вам навстречу, и действительно вам получится, удастся оспорить этот штраф. Так вот, прошел примерно месяц, и я думаю, начну-ка я этот процесс оспаривания штрафа. Что я решила сделать первым делом? Сначала я посмотрела вот этот тикет, поискала какой-то сайт, тут действительно есть сайт, называется ramadganmuni.eu. Я зашла на него, стала искать, как написать заявление, что-то написала, но почему-то оно не отправлялось. Я попробовала несколько раз, но, зная израильские сайты, я в целом не была удивлена. И я думаю, хорошо, пойду, значит, пешком. Дошла до Министерства транспорта. В Рамадгане Министерство транспорта находится рядом с парком Хайяркон. Я могу оставить ссылку на гугл-карты, чтобы вам было просто удобнее найти это место, если вам это нужно. И пришла, и сотруднику объяснила ситуацию. Кстати, я была очень удивлена, я ждала совсем чуть-чуть, буквально, наверное, 5 минут ожидания перед тем, как меня приняли. И overall у меня заняло это минут 20 вместе с тем, что я писала заявление, объясняла свою ситуацию и так далее. Сотрудники все очень доброжелательные, поняли и вникли в ситуацию. Я объяснила им, что я Аллаха Даша, что у меня не очень хороший иврит, что я признаю, что это моя ошибка, я ни в коем случае никого не обвиняю. Но из-за того, что это мой первый штраф в Израиле, возможно, Министерство транспорта пойдет мне навстречу и согласится отменить этот штраф в виде такого исключения. Сотрудник даже помог мне написать это заявление. Наверное, он услышал фразу, что у меня не очень хороший иврит, и пошел мне навстречу. За что ему огромное спасибо. Кстати, перед тем, как я туда шла, я подумала в голове, проговорила себе, что я хочу примерно сказать. Прочекала слова на иврите, которые я должна буду использовать. Например, слово «отменить» — это ли в отель. Так что, если вы находитесь в процессе изучения иврита, я думаю, что это тоже такой хороший тренажер проигрывать такие ситуации в голове и искать подходящие слова. И после того, как я написала заявление, я стала ждать какого-то ответа. Мне не сказали, куда придет ответ. Я знаю, что он мог прийти на электронную почту, мог прийти просто ответом в почтовый ящик. Прошел примерно месяц где-то или даже полтора. Я понимаю, что у меня осталось две недели до того момента, как я должна буду платить этот штраф. Иначе он просто истечет, и мне могут начислиться пени. И я думаю, надо сходить туда еще раз и узнать, в чем дело. Я прихожу. Естественно, в тот день оказалась забастовка, что довольно частая ситуация в Израиле. И потом я еще чуть-чуть там где-то посидела, пришла там через пару дней. И мне сказали, что да, мой штраф отменили, что все хорошо. Мне дали документ, бумажку, которая подтверждает, что штраф отменен. Обязательно берите какие-то подтверждения, не стоит верить на слово. Потому что если вдруг его, не знаю, не из-за просвесили в системе, и все-таки его не отменили, то вам будет просто невозможно это доказать. Поэтому обязательно берите какую-то подтверждающую бумажку, которая говорит о том, что штраф действительно отменен. Таким образом нам удалось оспорить штраф в размере 250 шекелей. Но, к сожалению, мне кажется, что тут очень большую роль. Во-первых, сыграл человеческий фактор, как и вообще повсюду в Израиле, если честно. Потому что у меня есть подруга, которая получила штраф за безбилетный проезд в автобусе. Абсолютно глупая ситуация. Она ехала ко мне праздновать Пури. В автобусе была куча людей, была большая толпа. Она прикладывает свою ров-кав. Знаете, в Израиле, когда ты прикладываешь карточку, она проходит далеко не каждый раз. Иногда она делает вот так вот пип-пип, загорается красным. И это значит, что ваша карточка не считалась. Это ваша ответственность оплатить проезд. Это ваша ответственность проверить и убедиться в том, что карточка считалась. Из-за того, что там было много людей, она просто не обратила на это внимания. И, конечно же, в этот раз заходит кондуктор, начинает проверять у всех карточки и видит, что она не оплатила проезд. И дает ей штраф. Тут тоже очень-очень часто играет человеческий фактор. Я видела много раз, как кондукторы прощали, как они просто просили, ладно, оплатите проезд или в следующий раз так не делайте. Но, к сожалению, ей не повезло и ей выписали штраф. Она тоже пыталась объяснить, что она лахадаша, что она вообще-то прикладывала карточку. Но он на нее, кондуктор посмотрел, она была хорошо одета, потому что ехала праздновать Пурим и сказала, девочка, ты хорошо выглядишь, у тебя есть возможность оплатить 100 шекелей, пожалуйста, оплати. После этого она тоже пыталась оспорить этот штраф. Она писала онлайн-заявку, но, к сожалению, ей не подтвердили это. То есть ей пришлось оплатить эти 100 шекелей. Еще раз, это инструкция не к тому, как не платить штрафы. Мы просто захотели поделиться нашим опытом. Возможно, кто-то из вас находится в такой же ситуации. И если вы вдруг не знали, что есть такая возможность попробовать оспорить ваш первый штраф, теперь вы знаете. Друзья, давайте сейчас поговорим немножко о типах парковок в Израиле. И также посмотрим конкретно на то место, где мы получили этот несчастный штраф. В Израиле есть несколько типов парковок. Самое, наверное, распространенное – это бело-синее. Что это значит? Это значит, что нерезиденты этого района должны платить за парковку примерно 6 шекелей. В Тель-Авиве совсем недавно повысили эту стоимость до 12 шекелей в час. То есть вы паркуетесь на такой парковке. Как правило, если нет какого-то знака, тут нет ограничений по времени, и вы просто стоите. Если вы живете в этом районе, то вы получаете специальную наклейку, которая говорит о том, что вы можете парковаться в своем районе бесплатно. Также есть другой тип парковки. Поребрик красно-белого цвета. Вы, наверное, думаете, что «ага, значит, здесь нельзя парковаться». И вы будете правы. Но не всегда. На этом месте действительно нельзя парковаться. Но здесь вы можете стоять в шаббат. И также можно парковаться на автобусах, остановках, если там не останавливается шаббатный автобус. То есть если вы никому не мешаете, понятно, что если там совсем узкая дорога, которая вмещает в себя одну машину, там по очевидным причинам лучше не вставать. Но если вы никому не мешаете, то в целом, если вы поставите здесь свой автомобиль в шаббат, вам штраф не дадут. И есть еще серая парковка с серым поребриком. Это значит, что здесь могут парковаться абсолютно все. И жители этого города, и не жители этого города. Здесь вы можете парковаться без ограничений по времени. Опять же, обязательно смотрите на знаки. Если знак говорит обратно, что есть какие-то ограничения по каким-то определенным дням, например, нельзя парковаться, или в какие-то определенные часы, обязательно учитывайте это. Вот мы переместились в то место, где мы получили штраф. И давайте разберем этот кейс. Как вы видите, поребрик здесь такого цвета, ну типа серо-синего. Возможно, раньше здесь была бело-синяя парковка, но как бы все закрасили. И когда мы приехали в тот день, мы парковались вечером. Мы посмотрели, что поребрик серый. Парковаться могут абсолютно все. По-моему, на тот момент у нас еще даже не было стикера, поэтому в целом это прям вообще было для нас классно, что нам не нужно платить за парковку. Поэтому мы вообще без каких-либо задних мыслей встали вот на этом месте. Оставили нашу машину. И когда мы пришли сюда рано утром, мы увидели тикет. Так, давайте теперь посмотрим на вот этот замечательный знак. Что же говорится на этом знаке? Говорится то, что из-за того, что вот эта школа, здесь нельзя парковаться с 7.30 до 8.30 и с 12 до 12.30. Мы получили наш штраф в 7.50. Пришли мы к машине в 8. Соответственно, мы опоздали на 20 минуточек. И вот получили штраф на 250 шекелей. Не будьте нами, друзья. Обязательно проверяйте знаки. Если у вас есть какие-то вопросы по ивриту, я думаю, что вы всегда можете спросить ваших ивритоговорящих друзей. Или вообще как минимум, хотя вы просто загрузите это в Google-переводчик, который поможет вам на кривом переводе понять вообще, что это значит. Также вы можете спросить прохожих. В Израиле все люди очень доброжелательные и всегда вам помогут. Здесь к Алимам относятся очень открыто, потому что это страна репатриантов. Здесь либо эти люди были Алимами, либо их родители, либо их бабушки или дедушки, либо прабабушки или прадедушки. Здесь все знают, что такое быть новым в стране. И все всегда пытаются помочь. Друзья, большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно было кому-то полезным из вас. Если ваши знакомые или друзья попадали или находятся сейчас в похожей ситуации, не забудьте поделиться с ними этим видео. Если вам оно понравилось, обязательно поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok